всем привет сегодня будет обзор очень классной фуршетки где все включено и стоимость я скажу в конце видео там очень большой выбор морепродуктов напитков и также есть морепродукты которые стоят в обыкновенных ресторанах за блюда от 100 юаней вот а мы отправляемся вот это торговый центр и находится он рядом с рынком сантехники вот туда прямо по дороге по этой же стороне супермарда рынок сантехники вот за этим высоким зданием вот ресторан я нашла через это приложение название на китайском адрес оставлю внизу под видео стоит 166 юаней если покупать через приложение скидка 30 процентов а если напрямую в ресторане то будет стоить 228 человеком здесь бутики одежды находятся на первом втором третьем магазины на четвертом пятом уже начинаются рестораны здесь вот внизу есть магазин сифора планком здесь такой большой экран пять этажей типа аквариум имитация аквариума сейчас не будет очереди нам не придется сидеть 30 или час в очереди чтобы попасть в ресторан так как вчера так как вчера потому как я надеюсь что очереди там не должно быть да и время сейчас 1749 они обычно после шести набегают какая мурашки ну вот мы уже пришли а а если у вас еще день рождения то 50 процентов скидка если по паспорту если вы предоставите паспорт и у вас паспорта будет дата то вам 50 процентов скидка что что 498 юаней за троих в взрыв залог залог за то что если вы больше это на берете не сидите на 2 часа у нас Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я вообще, я не знаю, первый раз такое вижу, как креветочные эти, мясо. Ну, конечно, мы все будем пробовать. И это брать. И это брать. Это, кстати, дорогая вкусная рыба. Я не знаю, как она называется, но в ресторанах она... Нет, варить будем. Я понесу. Хорошо. Здесь у нас говядина тоненько порезанная. А затем есть вот такие вот сашими. Варить. Васаби, имбирь. Разные салатики. Здесь еще всякие улитки маринованные, медузы. Дорезают, выставляют. Здесь также маринованные креветки, маринованные ракушки. Суши. Очень большой выбор. С углем вот такие. Вот смотрите, какие наверху еще. Спина из васаби и соевого соуса. Затем для самовара разные овощи. Грибы разного вида. Все очень красиво выложено. Засервировано. Мраморная говядина, свинина. Желудки любимые, китайские деликатесы. Рыба, лягушка. Улитки. Устрицы. Морские ушки. Креветки свежие. Затем вот креветки сырые. Серые. Это гребешок белый. Затем вот такие вот устрицы. Это что-то непонятное. Я вообще не знаю. Вот еще такие ракушки. Вот они их порезали. Морские ушки. Раки. Супер. Ого, какие гребешки огромные просто. Да, эта пушетка, конечно, того стоит. Вон у них еще в аквариумах там рыба плавает. И здесь у нас осьминоги почищенные. Затем можно выловить вон с аквариума прямо в тарелку себе. Здесь напитки начались. Китайская водка, настойка, красное вино, саке. Затем разные вкусняшки, сладости. Даже макароны есть, вы посмотрите. Пудинг и напитки. Пиво в адвайзер, китайская цингтао. И еще какой-то вид. Так же сам масло, алкоголки. Так же здесь есть слабоалкоголка и вода. Здесь соусы можно сделать. Затем выпекают здесь вот прямо креветки с сырным соусом. Вон она их готовит. Повар готовит. Видите, заливает вот таким вот соусом. Там майонез, сыр и еще что-то добавляют. Вот они уже готовые. Вот они уже здесь готовые, на гриле есть. Вот эти очень вкусные десерты. Такие вот десерты в KFC стоят одна штучка 8 юаней. Бери по одной мясо. Притюрные разные. Шарики такаяки. Пицца. Затем здесь вот жарят устрицы на гриле. Так же есть вот такие вот напитки. Желтый арбуз. Папайя. Дыня. Арбуз. Ананас. Разные китайские вкусняшки димсамы. Затем готовое блюдо. И вон сразу открытая кухня. Они здесь же это все и готовят. Крабы есть, но острые. И креветки острые. На шпажках. Можно брать и варить. Ага, здесь он получается готовишь. Ты берешь, отдаешь ему вот тарелку, что ты набирал. А ты выбираешь еще здесь вот. Вот так стоишь, тебе по две штучки повар дает. Здесь вот так же есть разные специи. И при входе нарезают красную рыбу. Нам принесли три кастрюльки с разным вкусом. Это, она сказала, сладковатый будет вкус. Похоже, как кустричный соус туда. Второй у нас том-ям. И третий не острый. Что мы взяли? Суши. Креветки на гриле с сыром. Сашими. Тунец. Красная рыба. Раки. Жареная рыбка. Еще суши. Большие, огромные. А я вот смотри, что взяла. Ракушки. Я тоже взяла. Затем морские ушки, большие. Вот что это? Я не знаю, я такое еще не пробовала. И все это мы теперь раскидываем вот по этим кастрюлькам и будем готовить. Также есть устрицы, готовые на гриле. Ресторан, конечно, впечатляет. Такой выбор морепродуктов и других разных видов продуктов. И мяса, и овощи, и сашими, и суши, и напитки разного вида. Время идет, да. Будем сейчас все пробовать. Но выглядит все очень аппетитно. Выглядит все безумно аппетитно. А сейчас попробую красную рыбу с сашими. Есть салфетки, которые включены в стоимость. Вон, ну, это, перчатки есть одноразовые. Перчатки, надеваешь перчатки и кушаешь все руками. Чтобы быстрее было не палочками, а руками. Но руки все равно лучше протереть. Он просто свежайший. Тунец ставит во рту. Я не пробовала. Обалдеть. Он просто шикарный. Я еще полью лимончиком. Вот какая-то желтая штука. Я сама не знаю, что это такое. Запаха у нее практически нет. Она тоже лежала в сашими. То есть ее готовить не нужно. Очень жесткая, такая резиновая. Непонятно, что это такое. Какой-то морской обитатель. Затем красная рыбка. Также очень свежая. Класс. Селедка с икрой. Летучая рыба. Обалденно. Крабы нужно подоставать. Я сейчас помогу достать. Потому что они уже готовы. Раки. Что здесь? Осьминоги уже тоже варятся долго? Да, они уже у нас варятся. Просто вам еще сложно палочками. А, ты вилку нашла? Да. Здесь есть вилка, так что... Удобно, да? Это тоже вот, типа, морская большая улитка, как морские ушки. Так, здесь рак с том яма. Остренький будет. У-у-у-у. У-у-у. Что они тут чипчик помогают специально, да, чтобы имя выставить? Да. Итак, острые я буду складывать на другую тарелку. Вот, кто будет, кто это брал? Ой, вот эти вот вкусные тоже. Вот это вот. Гребешки. В том яме сваренные. И я взяла этот, вот это вот, да, с угрем. Это вот тоже какой-то непонятный морской житель. А дадите мне тунец, я хочу попросить. На тунец. А ракушки дольше, наверное, надо поварить, да? Ну, ракушки, да, возможно, больше. Какой красивый тунец. Так, здесь у нас также осьминог. Все, буквально 2-3 минутки и готово. Так, это грибы не наш. Вот еще. Карапан. Да, вроде да. Морская ушка. Морские ушки могут еще повариться. А, горячо. Нам сказали, если не понравится вкус, нам могут поменять кастрюльку. И готовить в той, которая нам нравится. А я сейчас буду пробовать вот эту вот креветку на гриле вместе с сыром. А ну, как всегда, заходишь в ресторан, нужно быстро. Все, быстро-быстро попробовать. Все голодные. И вот это, конечно, ограничение в 2 часа. Точно, пожалуйста. Это рыба. Такая вообще непонятная, да? Она очень дорогая, эта рыба. Эта рыба в ресторане 200 юаней стоит 6 кусочков. Я не помню, как она называется. Она как-то там белая рыба. Итак, она уже, конечно, остается. Парати, вот так. Обалдеть. Она за счет соуса сочная. Немного даже сладковатая, я бы сказала. Обалденно. Здесь все зелененьким присыпано вот какой-то специей. Ммм, супер. Нужно рака теперь попробовать. Тарелки, кстати, убирают моментально. Мы только освобождаем. Вот еще. Кустится. Но чеснок я не очень люблю, я всегда сгибаю его. Так, ну, сначала попробую рака. Не соленый. Соли нету, нужно вмокать в соус. Рак вообще не соленый. Из-за этого вкус почти не ощущается, как будто не раки. Так, чеснок я полностью убираю. Немного островатая. Вообще самую малость. Все она такая свежая, сочная, непереготовленная. Не такие, как мы пробовали в том дешевом ресторане. Они уже были испорченные, а здесь они прям свежие, свежайшие. А это вот первый раз пробуем. Загадывай желание. Итак, пробуем первый раз какого-то морского жителя. Он такой скользкий во рту. А эти ушки, что-то не... А по вкусу я даже не могу описать. Я тоже не могу описать. Они доварились. Их нужно еще бросить. Ну, можешь одну туда, одну туда бросать. И одну туда, да? Да. Васаби, тебе не надо, это я не подбираю. Васаби не надо есть. Ну, что, обязательно туда. В этом ресторане реально можно получить гастрономический орган. Здесь настолько все свежее, вкусное. Я даже таких морепродуктов за такое долгое время в Китае еще не пробовала. Здесь выбор действительно огромный. Я не знаю, успеем ли мы это все съесть, что набрали. А еще нам обязательно нужно сходить второй раз, чтобы набрать, чтобы отбить стоимость. Смотрите, 166 юаней. А вот ты какие? Травы? Травы острые. Они в барбекю с острым перцем приготовленные были. Подохни, сомни. Все просто вкусно. Все великолепно. Просто вкусно, это даже не описать, да, словами? Да. Оно настолько... Вкусно. Все свежее. Острое. Что пока больше всего понравилось? Грибочки. Красная рыба. Красная рыба. Кулец. Обалденный. С сашими, в общем. Нет, а устрицы. Устрицы, да? А вон, покажи, какая из них. Ага, устрицы. Сочные, вкусные. Еще у нас есть вот такие вот огромные ракушки. Вы посмотрите, какая... Вы посмотрите просто этот размер. Вот она мне на ладошку помещается. Вот. Вы видели такого размера ракушку? Раньше мы по морю ходили, собирали такие королевки. А сейчас настало время, когда мы их едим. И вот это вот, кстати, оранжевое, это либо икра, либо желудок ее. Да, вот этот рапанчик тоже вкусный. Макай, ты там достань этот... Сзади вот это черное, это все выбрасывать. То, что черное. Там есть черное? Да. Вот это вот все выбрасывается. Да. И вот это вот кушается. Ракушку сняла сверху. Рядом столик варит красную рыбу. Это же костеньку красную рыбу варить. Ее надо как-нибудь... Давай в соевый соус. А я пока тем временем положу эту королевскую в том ям. А вот еще покажу, как готовится вот эта вот белая рыбка. Ее буквально одну минуту в горячей воде, и она готова. Здесь, конечно, кусочек хвостика, но ничего. Она без костей, поэтому вот так вот том ям окунается. Один, смотрите, видите, она уже скручивается. Два. Три. И она готова. Видите? Все, она скрутилась. Затем макаем соевый соус. После соуса ждем, когда она немного остынет. Потому что, видите, горячая фарь идет. Я двигаю. Вот я деревню. И пробуем. Я из деревни приехал. Вот он деревня, не знал, что стул окрестится. А я его двигаю. Так, Дот, давай, ты тоже положимся туда пока. И за том яма такая остренька, небольшая, появляется. Обалденная рыбка, и она хрустит. У нее кожа такая жестковатая, как плящики. Давай мою королевку. Королевскую королевку. У меня уже, конечно, в тарелке здесь один мусор. Пробую королевскую королевку. Королевскую королевку. Королевскую королевку. Вы посмотрите на размер этого бебешка. Я такого размера ем в первый раз. Он готовился в супе дом-дям. Она будет, наверное, немного острая. Острая или горячая. Острая или горячая. Острая или горячая. Из-за того, что готовилась в том яме, очень сильно насыщенный вкус лимонграсса. Лимоном не нужно поливать, потому что здесь уже есть. Очень насыщенный вкус. Оставалось две минуты до двух часов. Если бы мы посидели еще больше, то нам бы пришлось оставить 100 юаней залога им. А так мне буквально через одну минуту вернули залог в размере 100 юаней, который мы заплатили в начале. Итого мы заплатили 166 юаней с человека. Я считаю, что за такой фуршетный стол можно отдать такие деньги. Потому как оно действительно того стоит. Очень большой выбор морепродуктов. Мясо есть. Также большой выбор. Но если вы любители морепродуктов, то я считаю, что не стоит. В таком ресторане тратите свое место в желудке на мясо, которое вы можете поесть и также у себя дома. Оно в наших странах намного вкуснее мясо. А здесь, в Гондон, провинции в Китае, намного вкуснее морепродукты. Поэтому, если вы приехали в Китай и хотите попробовать вот такие вот морские деликатесы, то вам выгоднее прийти в такой ресторан, где все включено. Ваши отзывы о ресторане? Все очень вкусно. Всего очень много. Глаза разбиваются. Хочется все съесть. Но желудок все-таки имеет размеры. Мы, как всегда, наелись на пенис и с собой чуть-чуть взяли. А что ты с собой взял? Как что? Опа, опа. Дима! Ай-яй-яй! А на что вы купили мне такую сумочку? Для того, чтобы носить документы. Так это твои, у Сайху, документы? Ну, я пришел с такой, с толстой. И с такой толстой еще. А ты какой пришел? Покажи. Худенький. А уж выходишь. Ухожу, полненький. Полненький. Как тебе ресторан? Ресторан хороший. В сравнении 69 юаней и 166 юаней. Ты готов переплачивать на 100 юаней вот в такой ресторане? Потому что здесь вкусно. Ну, тут все вкусно. Морепродукты. Да, мы не ели, конечно, мясо. Потому что мясо тут надо варить. Так как мы вареное мясо. Нам лучше это... Жареное барбекю. Ну, да. Ну, тут очень вкусно. Особенно хлеб. Любителям морепродуктов рекомендуешь именно вот такой вот в виде ресторана? Да, именно рекомендую такой ресторан. Просто получат очень... Да, более и крабы. И крабы, и кремель. 30 долларов примерно стоит 20 человек. Ну, смотри, 30 долларов у нас. Не покушаешь на 30 долларов, это столько. Ну, ладно. Плохо то, что 2 часа. И потом ты уже за час ты набираешь, ну, за час ты набираешь и кушаешь. А потом уже целый час ты сидишь. Второй час ты уже... Да, второй час ты уже идешь, берешь то, что тебе необходимо. То, что тебе понравилось. То, что тебе понравилось. Вот ты первый раз набираешь по одной по две штучки, чтобы попробовать. Потом, которая тебе понравилась, ты берешь еще. Да, я беру и еще раз беру. мы тоже взяли это мятные вкусные конфеты кстати я похудел килограмм на 5 на 6 из-за чего обеда ужина вечером обеда ужина интервальное питание интервальное голодание овощи иногда у кого-то рис проскакивать углеводный так что я тоже на пару килограмм уже скинула так что пожалуйста все кто желает получить гастрономические новые впечатления и новое ощущение чайна пока пока ставьте колокольчик лайк лайки колокольчик и подписывайтесь в общем подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и колокольчик чтобы не пропускать новое видео потому как а таком вам не расскажет ни один блогер всем спасибо за просмотр до новых встреч